В заседании комитета по строительству и ЖКХ редко бывает таким многолюдным. Сегодня в зале собрались не только депутаты ЗАГС Собрания, но и Красноярского горсовета, и представители правительства, и сами дольщики, которые не могут дождаться, когда на конец их квартиры можно будет увидеть не только на бумаге. Цель у всех одна – достроить дома. Главная помеха достройки жилых домов – это отсутствие у застройщиков денежных средств. Я сейчас хотел бы оставить за скобками причины, по которым эти денежные средства отсутствуют. Где-то это неумение вести бизнес, где-то еще другие причины. Тем не менее, денег этих нет. Эти деньги можно взять либо опять из карманов участников долевого строительства, либо же можно использовать тот механизм, который мы предлагаем, путем предоставления субсидий. Каким образом и кому будут давать эти субсидии, и предстоит решить рабочей группе, в состав которой включены все заинтересованные стороны. Сейчас существует четыре различных проекта закона, которые нужно объединить. Есть проект, который внесен депутатами ЗАГС Собрания. Есть проект, который внесен депутатами Городского совета. Есть проект, который уже был принят по формам поддержки дольщиков в законодательном собрании. Есть проект, который разработало Министерство строительства и ЖКХ. Чтобы из всех этих четырех разрозненных документов сделать наконец-то один. Тогда, собственно говоря, мы удовлетворим пожелания и потребности всех. Пока есть понимание, что субсидии нужно предоставлять тем компаниям, которые будут достраивать брошенные дома. Таких в нашем регионе на сегодня 12. Большинство из них находится в Красноярске, еще несколько в Сосновоборске, Железногорске и Емельяновском районе. Сегодня было принято и еще одно важное решение. Поддержку должны получить и жилищно-строительные кооперативы, созданные самими дольщиками. Работа ведется давно и ведется довольно большая. И в плане выделения земельных участков помощь, и в плане финансовой помощи мы это все разрабатывали. И в этом законопроекте мы будем учтены. То есть, в общем-то, я считаю, что мы получили тот результат, который нам нужен. Дает, прежде всего, возможность получить квартиры всем, кто их ждет. То есть у нас в нашем кооперативе было 869 пайщиков. На сегодняшний день у нас там 480 уже получили. Сейчас еще 190 получают, то есть где-то вот такое количество людей, порядка 200 человек, 220 остается в очереди людей, которым необходимо получить свои квартиры. Вот эта помощь позволит это сделать. Еще одна важная деталь. Давать субсидию будут только в том случае, если застройщик уже признан или находится в процедуре банкротства. Это позволит избежать дальнейших махинаций. А чтобы ряды обманутых дольщиков не пополнились, с января 2018 года все строительные компании, которые берутся за новые проекты, должны будут отчислять деньги в специальный компенсационный фонд или страховать свои объекты. А пока платить за их безответственность придется краевому бюджету. Государство несет моральную ответственность за то, что люди оказались обмануты теми застройщиками, которым государство отдавало лицензии, подписывало разрешение на строительство, которых правоохранительные органы вовремя не остановили во время совершения махинаций. Это, конечно же, и ответственность государства. В какой сумме она выражается? Ну, в конце концов, государство существует для граждан, а не граждане для государства. В этом смысле, я думаю, что это решение справедливое, и мы будем ему следовать. Чтобы все дольщики смогли получить свои долгожданные квартиры, нужны огромные средства – около 5 миллиардов рублей. Конечно, эти деньги из бюджета будут выделять постепенно. А сумма субсидий зависит от степени готовности каждого дома. Разрабатываются и другие варианты поддержки людей. Мы заложили возможность окажания гражданам, пострадавшим от действия, бездействия застройщиков, меры государственной поддержки тоже. Они могут зависимо отчитать ситуацию под обязательные условия, что для получения указанных мер государственной поддержки в виде денежной компенсации люди должны уступить право требования по договору, заключённой на этапе долевого строительства. Подготовить проект закона совместными усилиями обещают к 19 октября, чтобы депутаты законодательного собрания смогли его рассмотреть и принять в одном или сразу двух чтениях уже на первой в этом сезоне сессии. Алина Штоколова, ПЛПТ Лицын, Алексей Гусев. Новости.